Россия Праздник День России во Владивостоке знают и любят. И не только потому, что это выходной день. Это праздник День День России, когда все едины. Поздравляем россиян с праздником. Мирного неба над головой и семейного благополучия и счастья. Я желаю всем в нашем царстве и государстве только всего хорошего и главное праздника, побольше улыбок и хорошего настроения. Начался праздник символического автопробега. Представители общественности с лагами России проехали по маршруту Спортивная набережная, Центральная площадь, Остров Русский, Дом молодежи. На Спортивной набережной тем временем началась праздничная программа. Наше Отечество – страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальной культурным и духовным богатством. Страна, которая объединила в единое государство множество народов, культур, религиозных конфессий. В этом ее сила, мощь и процветание. Концертная программа «Славься странам и гордимся тобой» продолжалась несколько часов. Десятки танцевальных и вокальных коллективов Владивостока подготовили для зрителей свои лучшие номера. На площадке возле главного фонтана набережной Спортивной гавани развернулась полевая кухня. К ароматной солдатской каше выстроилась очередь. Рядом выставка военной техники. Горожане с удовольствием фотографировались на фоне боевых машин, а маленькие владиостоксы могли исследовать технику изнутри. Капсульный бронеавтомобиль на базе КАМАЗ 5350 полностью бронированный по пятому классу защиты. Там полностью бронирована кабина и модуль. Съемный модуль вместительность 14 людей для перевозки личного состава. Также можно было поиграть в русские народные забавы. Колокольчик, загони в амбар овечек и ведро картошки пришлись по душе и взрослым, и детям. С особенным восторгом малыши возили кистью по асфальту, изображая, если не государственную символику, то любимых персонажей. На мастер-классах ребят учили создавать поделки своими руками. «У нас будут цветы, одуванчики, будут розы и будут у нас еще пионы. Вот такие цветочки у нас будут». «Мы лепим с детьми детские поделки из застывающего пластилина. Всякие патриотичные вещи, приуроченные Дню России». Некоторые использовали праздник как повод собрать деньги на благотворительные цели. «Сегодня мы проводим благотворительную акцию, поем песни и собираем денежки для школы интернации или раздольным. Дело в том, что два года назад мы там открыли зал самбо для детей и организуем там тренировки по самбо. И вот таким вот способом мы собираем денежки на поддержание этой деятельности и на открытие новых залов самбо. Это чисто наша гражданская инициатива». День России можно назвать своеобразным катализатором настроений в обществе. С годами он все более приобретал патриотические черты и становился символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. А вот останется ли 12 июня праздником свободы, доброго согласия и справедливости, покажет время. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.